подкаст александра гершона и валерия верязкина возраст секс и смерть да хорошо ну то есть у нас все будет может быть группа меньше чем обычно вот и все единственная такая разница как-то уже по такому более менее понятному развороту но хотя вот люба уже говорит спрашивает а что же там будет ну вот мы так и будем работать наверное секс сначала потом возраст потом смерти она может быть наоборот эти возраст если это актуально для людей будет потом секс а потом смерть ну как-то вот с этими темами и будем работать вот она говорит что люди интересуются и меня тоже тоже как это честно в италию там не организатор наташ пишет мне пишут спрашивают а пришлите пожалуйста программу семинара я понимаю что конечно я могу прислать программу но с обязательным дисклеймером программа может измениться зависимости от запросов и динамити группы а у нас программа состоится в зависимости от запроса и динамити группы ящик мы же сейчас так работаем испании что есть какие-то вот эти наработки то есть с одной стороны известные с другой стороны вот эти размышления какой некий концептуальный ландшафт вот этих тем которые вот здесь в этих же подкастах разрабатывается но важный момент что происходит при встрече при нашей встрече с тобой даже если именно в живую дату и сильно в том месте и при встрече с группой это указал просто может быть не ясно было что мы встретимся мы там встретимся в пространстве это имеется ввиду место и затем встречи с группы и это все определить как будет разворачиваться 3 хотя генеральная ремния она конечно же определяется самим названием вот этими тремя большими темы даже их соотношение она будет решаться именно вот зависимости запросов группы еще и минутного ощущения этого вот и вот эта субъективность мне кажется она тоже на самом деле она предполагает что если есть это субъективность это дает создает пространство для субъективности других людей вот этого самого контакта с собой то есть поэтому здесь для меня очень есть такая как методическая гомология и лизоморфия мы с тобой это уже обсуждали в принципе говорили что я думаю что само время ну а мы говорим обоислия возраст в это время понятно что это время временные изменения и в принципе вчера ли у нас с тобой время одна из вообще тем до на всех фактически ретритах так или иначе в это одна из основных тем про проявляющийся и здесь как просто мне кажется как раз возраста и если мы опять же смотрим секс и смерть опять же как мы говорили там это эростанатас то есть это какие-то большие большие такие и энергии и существующие если во времени то это порождающие и завершающие вот даже вот так мы можем на это смотреть один из аспектов да и это опять же завершение например периода и рождение нового периода поэтому я думаю что здесь это скорее всего у нас будет разворачиваться через очень очень разные перспективы взглядов да вот мне хочется какой-то набросать каких-то ассоциации то есть что вот внутри меня том числе на каком-то уровне подготовка начинается и несколько таких винеточек вчера вечер начал там досмотрел сегодня у катерина гордеева вышло очередное интервью с михаилом воскресенским это профессор московской консерватории по классу фортепьяно вот а ему 88 лет он несколько там вот год назад в ноябре прошлого года переехал в штаты то есть человек которым 88 ну правда у него четырехлетний сын это типа 9 правнуков и и сыну 44 года и он там соответственно все оставив в москве вообще все то есть вот приехал там по приглашению одного музыкального фестиваля какой-то мастер-классы провести и там вот там вот он обустраивается и вот это ну вот и есть представление о том что 88 ну все там за ним нужно ухаживать нет это совершенно другой человек с очень явно выраженной антивоенной позиции причем именно нравственно то есть он ребенком еще застал войну у него шесть лет было когда была была война вот это вот вторая мировая великая отечественная вот то есть он все это на себе испытал в раннем детстве на себе что такое война вот этот ужас войны то что война это ужасно это недопустимо что но вот нам кажется абсолютно нормально но это человек с каждым прошел что война это недопустимо другое вот и вот этот ну как бы пример другого что ли другое поколение да и отговора и культуры потому что вот эти классические музыканты это отдельная субкультура это как памяти только наоборот вот ну смысле субкультуры отдельные вот и и и соответственно и это как-то это с одной стороны и вот этот вот 88 лет то есть это человек старше моего отца да и такой он живой вот и как-то вот сын его там бегает четырехлетний младше моих детей ну я это самое но у меня концертный день ну какая мне 88 лет она небольшая но активно и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» 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 И вот я время от времени так как-то смотрю, посмотрю какие-то их интервью. Ну, вот Спайк, он уже умер несколько лет назад, но он дожил до глубокой старости. И вот уже тоже там какие-то последние интервью уже были вот точно после 80. Ну, а остальные, вот, собственно, Монтипайтон, они сейчас старенькие. Там вот это и Майкл Пейлин, вот я недавно смотрел, там Джон Клис, Эри Кайдал, Терри Гиллиам, известный всем тоже сейчас уже как такой отдельный персонаж, отдельный режиссер. И они старые люди. Но вот эта вот линия как раз то, что у них через всю их жизнь проходит этот вот юмор. Причем, действительно, они очень разные по характеру. Там Джон Клис, он человек такой невротического склада. Он там много с собой работал в психотерапии. Майкл Пейлин, он, наоборот, такой человек покладистый, так сказать, вот, ну, как бы такой, с ним приятно общаться. А там Спайк, он всю жизнь страдал депрессией, в принципе. То есть, как бы, вот, очень разные и характеры, и очень разные, там, может быть, проблемы жизненные у людей, там, психологические проблемы. Не без этого. У них есть какая-то одна линия, тема, которая вот через всю жизнь проходит. Вот этот их юмор, их способность создавать этот юмор вот в любой момент. Вот он что-то говорит там, вот он старый, он рассыпается. Он едва говорит, а он шутит. Он шутит над своим возрастом, он шутит над смертью, приближающейся к нему. Он шутит над всем. Он шутит над своей депрессией, он шутит над тем, над тем. И первый, самый главный объект его шуток, он сам, конечно же. И вот меня это очень, ну, как-то воодушевляет, во-первых, что действительно, как бы, возраст, возрастом, но ты можешь проводить через всю жизнь какие-то главные темы, главные ценностные темы. Причем, ну, вот, опять же, у них уже там два друга умерли. Грэм Чепман первый умер. И вот есть знаменитая запись, значит, в Монте Пайтон, как они хоронят, ну, не хоронят, а, собственно, вот это в церкви уже происходит служба по Грэму. И они там хохочут. Поминально это. Да, но они хохочут, живут, они шутят над этим. Но при этом вот как бы одновременно проходят через это, что насколько они глубоко любят его. И при этом вот они сохраняют это свое отношение эмористическое, как это все складывается. И, ну, меня это переполняло просто как присутствие в этом. Потому что, с одной стороны, это какая-то глубина, это любовь. У них у всех там слезы на глазах, но они шутят. И вот эта одновременность этого собирается. Какая-то цельность этого. Вот, да, смерть – часть жизни неизбежная. Нам приходится провожать, хоронить своих там близких, своих дорогих людей. Но вот как к этому относиться? И вот, собственно, определенный способ соотноситься, определенный способ, который через их жизнь проходит. Вот это то, что, в принципе, я называю словом дхарма, буддийский. Потому что это путь, ценностный путь, который ведет по жизни. Внутри которого могут быть разные события, встречи с разными событиями. Внутри которого могут быть, там, опять же, характер человека, проявляться каким-то, какие-то его свойства, чувства и так далее. Но есть вот ценности, которые ведут, которые движутся. И вот тогда это может переводить и через возраста, и через очень разные события, трагические, там, счастливые, какие угодно. Ты, если человек не обидит, то буддхарма. Граем Чапман, co-author of the parrot sketch, is no more. He has ceased to be. For the rest of life, he rests in peace. He's kicked the bucket, hopped the twig, bit the dust, snuffed it, breathed his last, and gone to meet the great head of light entertainment in the sky. And I guess that we're all thinking how sad it is that a man of such talent, of such capability, the kindness, of such unusual intelligence, should now so suddenly be spirited away at the age of only 48, before he'd achieved many of the things of which he was capable, and before he'd had enough fun. Well, I feel that I should say nothing. Good riddance to him, the freeloading bastard I hope he's from. And the reason I feel I should say this is he would never forgive me if I didn't, if I threw away this glorious opportunity to shock you all on his behalf. Anything for him but mindless good taste. I could hear him whispering in my ear last night as I was writing this, all right, please, he was saying, you're very proud of being the very first person ever to say shit on British television. If this service is really for me, just for starters, I want you to become the first person ever at a British memorial service to say, fuck. Until Graham's death, the 20th anniversary of Monty Python didn't really mean very much to me. It seemed too conventional, too neat, not nearly arbitrary enough for Monty Python. But Graham's death changed all that. Suddenly I found myself wanting to look back and celebrate all the things that we did together. For Graham was, in many ways, all the things that we were most proud of in Monty Python. Awkward, outrageous, unconventional, unpredictable, impatient, and often very angry indeed. Cheer up. You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's whistle, don't grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin, give the audience a grin. Forget it, it's your last chance anyhow. And always look on the bright side of death. I just speak for you, draw your terminal breath. Life's a piece of shit, when you look at it. Life's a laugh, and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the laugh's laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Knee change. Always look on the bright side of life. I just like to be the last person at this meeting to say fuck. Thank you very much. God bless you, Graham. Я просто представил, что профессиональные навыки уходят последними, вот, и вот как-то мы с тобой старенькие такие, и в этом возрасте очень важно будет отличать предсмертную агонию от шейтинга у меня, что это я просто технику такую делаю, а не агония у меня. А у тебя впадение, вот как бы ты впадаешь в медитацию или в маразм, в кататонию, вот важно будет различать это, то есть не перепутать, да. Ну да. А вторая штука по поводу секса, наверное, мне сегодня Ютуб прислал сообщение, что у меня удален ролик, вот ролик это из фильма «Breath Became Visible» про Ану Хауприн, это фрагмент про ее такой культовый перформанс «Paradise and Changes», где, собственно говоря, они раздеваются до кола, это один из первых полностью ньют перформансов в современном танце, по-моему, в конце 50-х или 60-х, может быть, ну такой, там есть точно отсылки к хиппи, вот, очень красивый, такой он стильный, я его несколько версий знаю, но вот в современном как-то мире никого не тронь, как бы вот усиление вот этих границ, вот это нудистский контент, его нужно удалять. Вот искусство, это, это самое, порнография, никого не волнует. Вот полуавтоматического режима это решили, что вот это удаляется. И это, конечно, ну, у меня вызывает, конечно, такое чувство протеста. Так, как мы это? Ну, окей. Вот фрагмент где-то можно еще добыть, безусловно, вот на отдельных сайтах. Вот. Обязательно посмотрите Anna Halprin Paradise and Changes. Поищите в гугле, наверняка не все еще выжгли эти пуритании ненавистные. Парни. Парни! О, гон. Вы должны видеть, что я вижу. Я пришел к вам рассказать, и я должен начать, потому что, как, у меня это не было. Я танцовала для здоровья. Я танцовала для революции. И я танцовала для детей. Я танцовала для общественности. Если я танцовала, я хотела танцовать о реальности, что были реальны в моей жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы broke as many barriers as we possibly could. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я всегда знала, что танцовала, что динамика может быть виден. Anybody can do это. Я не знаю, что они не были утренены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть сменяются какие-то революции сексуальные на основу пулитонизм определенный, потом опять раскрепощение. И вот так движется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, это такое обобщение. Все-таки мейнстримов, даже мейнстримных волн нет. То есть это заметная волна, но на самом деле это одна из многих. То есть точно так же есть спокойно вот эти нудистские сообщества, сообщества, связанные с другой сексуальной культурой. А их не меньше, их больше становится. То есть больше становится и того, и другого. То есть все-таки вот если говорить о волне, то волне diversity. Вот она усиливается. И с этим сложно иметь дело. Что вот как вот мы, находясь на очень разных сторонах спектра, вот мы вам не дадим этот нудист, этот самый обнаженный в интернете. Так, здрасте. А для меня это предмет изучения, предмет особого эстетического освоения. как это, как мы, где мы можем встретиться. Знаешь, здесь я согласен. Да, конечно же, сейчас волна дайвешься, она увеличивается от этого разнообразия. Но я как бы здесь, мне кажется, знаешь, какая еще есть тема, что вот мейнстрим, он всегда стремится поглотить в себя все. Вот, собственно, например, когда движение хиппи возникло, но тоже возникло как маргинальное движение. Естественно, как такое вот революционное, уход от этого мейнстрима, такого какого-то общекультурного. Там, понятно, Америка и Европа. Но потом же очень быстро мейнстрим многие вещи присвоил. Да, то есть начиная от того, что там экскурсии устраивали в этот, как это называется, ну вот этот район, где, забыл как точное название, район в Калифорнии, где, собственно, тусовались эти первые хиппи. Вот туда прям экскурсии, за них там деньги брали. То есть люди в автобусах едут, смотрят на этих людей. Все эти одежда, то есть как-то все стало, музыка опять же стала коммерциализироваться. И потом точно так же с панками произошло. Да, вот панки, значит, как маргиналы и революционеры, а вот они уже интегрированы в мейнстрим и так далее. Слушай, получается, что мейнстримом ты называешь капитализм в данном случае? К большому счету да, да, конечно. Он меняется, то есть это нельзя называть таким же капитализмом, как когда был этот термин во времена Маркса, это другой совершенно капитализм, но тем не менее. Ну, капитализм – это экономическая система, но здесь же получается, что он утилизирует культурные какие-то явления, да, то есть это… Да, да. Да, то есть, ну, можно, да, сказать, что капитализм, да. Бабло побеждает все, да, если коротко говорить. Да. Ну, и здесь, если действительно как-то возвращаться к нашим каким-то темам своим, важно искать какой-то этот путь свой, действительно. И понятно, что есть ограничения, ну, вот там YouTube, действительно, вот YouTube – такое место, где встречаются все. Да, вот опять же, это… Ну, это мейнстримное явление в смысле, что это самая главная площадка, которая у нас есть. У него свои ограничения. Ну, да. надо заниматься сексом с участниками тренинга во время тренинга. Вот. Ну, вот мы установим правила. Вот такой же YouTube, собственно говоря. Может, очень хочется. Но вот мы говорим, что нет. И нам нельзя. Вот. Да. Это не распространяется на мужей и жен, если они в пару часов. Это как раз на вопрос, чего не будет на нашей программе. Ну, как правило, да? Да. Мне бы, знаешь, вот про возраста эта тема… Мне кажется, она может быть как раз такое какое-то связующее, вот как время и изменения в нем. И возраст здесь имеется в виду… То есть как бы это очень понятное нам как бы вот эти периоды, да, большие периоды. Но они могут, естественно, включать и какие-то ситуационные, ну, вот, скажем, период войны… Вот я сейчас, например, тоже в очередной раз… Вот я уже сколько раз за войну, за эти полтора года, ну, как-то так всматривался там… Вот. А что я делаю? А что сейчас правильнее всего будет? Мне нужно чувствоваться в какую-то ткань времени, которая сейчас… Но это от возраста же не зависит. Да. Да. Я сейчас как бы уже… В другой ношу. В тему времени скорее. Я говорю тему времени, просто возраст – это понятно, и нам такая очень как бы периода, да. Но я говорю, что это… Также мы можем посмотреть на определенные ситуации, как-то продолжающиеся во времени. Скажем, вот был период ковида, да. То есть был период эпидемии. Мы в него вошли, и мы в нем как-то располагались. Нам к нему нужно было тоже адаптироваться и найти свои способы жизни там. Вот здесь опять же, если соединять это с темой эроса, танатоса, да, остается ли жизнь в тех ситуациях, где мне сложно, где мне трудно, где кажется, что… Ну, как минимум, прежние способы жизни перестают работать или перестают быть возможными. То есть вот ковид случился, все закрылось. Мы вот, например, большая часть нашей работы, особенно у тебя, была связана с физическим присутствием, с физическим взаимодействием людей друг с другом, с близким взаимодействием, с телесным взаимодействием в одном пространстве. Это все ушло. А если это уходит, то остается ли жизнь? Какую форму может принять жизнь в новых условиях? Соответственно, сейчас война, трагедия, разрушение стран, разрушение государственных структур, разрушение личных судеб, разрушение домов, разрушение огромного числа каких-то жизненных, важных тем, связей и вопрос, могу ли я продолжать жить здесь. Вот для меня это какой-то вот такой вот постоянный звучащий вопрос в период войны, какой мой способ жизни здесь возможен. Вот в этой ситуации, жизненная ситуация, жизнь продолжается, моя жизнь продолжается. И вот это какое-то внимательное усматривание, в том числе вот с точки зрения вот этих больших тем эрос и тонации, взаимодействия их. Потому что, как мы уже говорили в прошлый раз, эрос – это такое же оживляющее, оживляющее энергия. Вот какую форму я могу здесь найти сейчас? Смотри, вот мне интересно посмотреть, точнее, как даже получается на это посмотреть, через призму работы с чувствами. Вчера как раз на группе здесь, в Москве, мы работаем с чувствами, с эмоциями, прямо эта тема тренинга. И вот на круге, соответственно, поднимается тема вот этой безнадежности такой, схлопнутости будущего, что вот эта вот сломанная картина будущего, она лишает нас надежды. То есть надежды, как чувство, оно достаточно невнятное. Ну, конечно же, базируется на планах, на той картине мира, которая будет продолжаться. А тот мир, как мы его знали, подходит к концу. Вот. И как? Да, и оказываюсь в ситуации безнадежности. А это плохо, эмоционально выносимая ситуация. Вот вообще мы не приспособлены жить без надежды. Ну, соответственно, без веры и надежды любви и матери их Софии. Конечно, без всей этой семейки нам хреново. Вот. Соответственно, как действительно быть, да? То есть понятно, что в контексте тренинга, танцевального работы с эмоциями у нас есть перспектива мгновенная, да? Вот этого мгновенного времени. Вот прямо сейчас я открыт будущему. Вот этому, который придет, который непредсказуемо, как в импровизационном танце и так далее. Мое тело – незавершенный проект. Я, как телесное существо, незавершенный проект. Я, как личность, незавершенный проект. И вот эта принципиальная незавершенность человека – это и есть его распахнутость в будущее. Не направление, не свет в конце туннеля, да? А сама распахнутость в будущее. То есть это не про то, что я вот куда-то ясно иду. Это про то, что я иду. То есть это другое немножко переживание. Оно, конечно же, мгновенное. Оно не решает вопросов. Но оно может стать отправной точкой. Вот это возвращение себе этого ощущения, что… Я не знаю, что там дальше. Но у меня есть вот эта направленность в сторону будущего. Как же… И второй момент. Понятно, что… Возвращаясь к другой дочери, к любви. Да? То есть что… Тоже говорят… Слушай, я думал, я сейчас буду работать с какими… Там с какой-то печалью, каким-то гневом и так далее. А вам не столько радости. И очень понятно, что радость появляется естественным образом, когда тело оживает. Не радость по поводу. А радость жизни. Вот этот как контакт с жизнью. Вот эта радостность как свойство жизненности. Просто как жизненность. Вот ее эмоциональный оттенок самой жизненности – это радостность. Извините. То есть на самом деле весь эмоциональный спектр. Но вот этот самый понятный. Когда мы… Особенно, когда вот было что-то такое менее живое, стало более живым. Вот. И вот эта вот радостность, она же и есть, собственно говоря, по моей любимой теории, вот этой там… Ходоров Стюарт и Стюарт. Что радость это и есть. Джоан Ходоров – это танцевальный терапевт индианский, аналитик американский. Вот. И, соответственно… А Стюарт и Стюарт – это та теория… Это индианцы, это ее муж и брат уже. Вот. Теория которых… Теория базовых аффектов. И там они связывают эмоции и ценности. И… Причем ценности как силы. И там есть такое место, она выделяет всего два… Два развивающих аффекта. Это радость и интерес. И связывает их с двумя силами. Эросом и Логосом. Именно как сил… Вот они как архетипические силы сознания. Да? Они так рассматривают их. Да? То есть вот радостность или жизненность. Это… Или либидо. Это и есть, собственно говоря, эрос. Вот. Вот так вот. Вот этот аспект. Понятно, что это очень определенная перспектива, которая не покрывает всех вариантов радости и жизненности. Но мне кажется, она такая воодушевляющая перспектива. Вот. То есть дающая ресурсно ориентир… Ресурсная перспектива. То есть она дает нам стилу, дает смысл. Да? То есть любая моя радость – это воплощение эроса. Вот. Вот. Любой мой контакт с жизнью – это вот эрос. Вот. И вот сейчас, если возвращаясь к тому, что… Вот это вот… То есть оставаться живыми. Особенно… Ну вот у нас… Я рассказывал предыдущий мой визит в Москву. Да? То есть это вот это ощущение мертвичины. И мы много тогда. Как раз… Тогда именно. Сейчас просто коротко и не успеваем жизни больше. Вот. Вот. Касались вот этой темы, как с этим быть вообще. Что… Потому что смерть – это тоже… Ну… Есть разница. Смерть – как угасание, как вот это следование за естественным циклом. И другое – когда убивают, разрушают. Когда смерть проводят. Да? То есть когда… Вот это вот умирание создается вот этими… под видом… Ну… То есть когда власть становится важнее жизни, то тогда появляется больше смерти. Ну… Ну… Как… Вот это… Такой… Практически анализ. Он очень обобщенный. Вот. Но… Я, по крайней мере, вот так вижу историю. И как вот с этой мертвичиной нам быть. Да. Я сейчас тоже опять же… Ну вот… В силу того, что я сейчас несколько дней там как-то смотрел вот эти интервью. И вот этот Спайк Миллиган, о котором я говорил, он… Они же вот… Вся эта группа комиков, предшествующих еще Монти Пайтон. Там вот… Британских вот этих вот… Там… Питер Сейлерс такой тоже известный. Очень был артист. Он играл в этом фильме «Как я полюбил атомную бомбу». И… Кто у них еще там был? Гарри Сиком. Ну, в общем, такая вот группа тоже… The Goon Show была еще на радио британском. И вот они все были ветераны войны. Ну, то есть они все воевали во Второй мировой войне. Понятно, что они проходили через этот опыт. Спайк, он написал несколько книг про войну. Ну, и вот как раз за счет того, что вот этот юмор… был всегда с ними, всегда был этим проводником, что он мог их проводить в том числе через… через самые вот трагические ситуации, самые ужасные ситуации. «Итлэн… Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По поводу надежды или безнадежности Для меня важен, понятно, такой вот дзанский способ И там очень много тоже про взаимодействие со временем И про присутствие Собственно, такой вот основной способ взаимодействия со временем Именно если нам нужно найти опору, на что опереться Вот в первую очередь на присутствие Первое Это не значит, что мы игнорируем как раз там планы и надежды И вот устремленность в будущее Это скорее вот возвращение сюда для того, чтобы это тоже стало важным Это тоже стало важным Что если там, скажем, я куда-то иду Вот в путешествие Это не значит, что мне нужно отменить цель путешествия Но могу ли я одновременно с этим Привнести ценность каждого шага Так же Когда я наступаю И знаю, что я наступаю Я в этом присутствую Я замечаю, что вокруг меня Не значит, что мне нужно при этом забыть про цель Ну а вот бывают ситуации, когда цель становится непонятной Когда мы теряем что-то из конкретных целей Потому что мир вообще становится непонятен Как сейчас Какой именно он будет дальше Тогда это может стать прям критически важным Потому что иначе, если я всю жизнь только и был устремлен к цели Забывая или не помня о другой части, о присутствии Тогда, потеряв цель У меня сразу же вся жизнь рушится Все рушится У меня нет вообще никакой опоры Я просто не умею опираться на присутствие В этом смысле В дзен это очень большая тема Как умение взаимодействовать с незнанием С неопределенностью Именно В каком-то смысле быть толерантным к неопределенности Толерантность как просто способность переносить неопределенность Ну вот что Да, я не знаю Я не знаю, могу ли я быть с этим просто Умею ли я Это определенная тренировка сознания И здесь очень важно находить какую-то тоже ценность И вот одна из моих любимых этих дзенских притч Притча не очень важна Важно как бы его такое завершение Куандаш такой Фраза такая, что Незнание это самое интимное Но вот эта интимность И что, как я лично это понимаю Это вот когда Ты Еще не видишь Но ты всматриваешься Когда ты еще не опознал Но ты уже трогаешь Вот я, говорю, дотрагиваюсь до До микрофона Я его не хватаю Я его еще с ним ничего не делаю В том смысле, что Как бы У меня нет пока задачи взять Например, его поднять Куда-нибудь переместить Это уже вот цель Это уже задача Ну, то есть, скажем Предположим У меня есть цель переместить микрофон Куда-то в сторону Я могу это себе заранее Как-то внутренне поставить Эту цель То есть, этого еще нет Но это будет в будущем Я его хватаю Переношу Окей Я-то знаю, как это делать И я уверен, что я это сделаю Вот как раз Есть эта уверенность, что я это сделаю Вот будущее Определено В этом смысле То есть, будущее определено Я возьму его сейчас И перенесу Но если я делаю по-другому Если как раз я возвращаюсь В это присутствие И начинаю Еще даже не зная Что я дальше буду с ним делать Я его начинаю ощупывать Вот это вот незнание Как интимность Начинаю его ощупывать И я чувствую эту интимную встречу с ним Какой он Щупаю Он мягкий И Вот эта вот шишечка на нем Мягкая То есть, у меня возникает Совершенно другое переживание Совершенно не функциональное Манипулятивное какое-то В смысле манипуляции Что взять и перенести Совершить действие А оно именно Заставляет меня переживать Жизнь вот сейчас Встречу с этим микрофоном Вот эта интимность Вот здесь встречается Это еще Я не знаю Но узнаю Вот это вот качество Которое мы можем Ну, тренировать в себе В принципе И вот Как бы возвращаясь в присутствие Именно так Прислушиваться 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 Какое-то тканье времени Вот как я говорю Что А как сейчас А что сейчас Какая сейчас жизнь Возможна Я еще не знаю Но я узнаю Тогда из этого рождается Это особое качество интимности На которое вполне Ну, вот Я, например На это опираюсь Очень То есть для меня Это такая важная опора Потому что А на что мне еще опираться Если я не знаю Что там Что будет в будущем Вот Так что И тут как раз Я обнаружу Вот этот эрс Этот самый Потому что Где он Вот слово интимность Оно же тоже подразумевает Это Да Вот это У нас даже Есть такое Интим не предлагать Интим не предлагать Значит Соответственно У нас будет техника Предложения интима Мы будем Предлагать интим Всем вещам Близо со всеми вещами Вот мы Всем вещам Будем предлагать интим Это такая техника Море Камни Там солнце Да, да, да Пространство Все мы предлагаем интим Полно В зале Еда Вот все Да, да, да Смотри Вот То, что ты говоришь Оно очень Важная история И вот этот вот Шаг за шагом Вот таком Разворачивающемся Мгновенно Времени Да И И История следующая Что На Более На другом системном уровне Это означает Ну То, чем у нас научил Ковид И то, что На самом деле Мы можем дальше Переносить военную ситуацию Это то, что мы не строим Долгосрочных перспектив Но мы Хорошо Поднимаем Или мобильных В краткосрочной перспективе Да У нас есть все равно Краткосрочная перспектива Вот мы знаем, что через Две недели мы Надеемся Что оказываемся Вчера И там вот Будет тренинг Да Вот Соответственно Вот этот Мы все равно строим Вот эту Краткосрочную перспективу Но мне кажется Важный момент Что вообще Перспектива Нам нужна Нам Как человеческим существам Что Вот Вот эта Некая непрерывность Как Подтверждающая Прогнозируемая Оправданная Картина мира Она Нам нужна Потому что Иначе У нас появляется Вот это Переживание Эволюционного провала Вот это Вот То, что Как бы Будущее Как мы его Не знали Но подразумевали Его нет И вот это Разочарование Там в природе Человечества В той культуре В которой Мы там Жили Раздались И так далее Это вот Оно как бы Базируется На таком Эволюционном провале Животное Которое Которое Не предсказало Себе Как-то Добычу Или Пищу Помирает Вот Вот это Вот И соответственно Ну Понятно Что для нас Важный момент Что мы можем Все-таки Формировать Эту картину Будущего Да Это первый момент Первая сложность Это вот Многостроенность Вот этих Временных перспектив Что у нас Есть вот эта Мгновенная перспектива И здесь Практика Это дом практики Вот У нас есть Среднесрочная Где мы можем Договариваться И так Оно там Более-менее оправдывается С долгосрочными Сложно Это правда Вот я Хожу сейчас И вот у меня Как так А вот как Представить Вот я никогда Сюда больше не вернусь В Москву В Россию Вот я не исключаю Такого То есть Ну И там С большим С течением времени Понятно Что эта перспектива Становится все более Определенной Как мне с этим Что вот это Вот это уже Не будущее Это прошлое Это уходящее Настоящее Как мне с этим Как я это проживаю И оказывается Что эмоциональная картина Не такая Как я предсказываю Она другая Какая-то Там гораздо больше Других оттенков чувств Вот Это один момент Второй момент Что это Если я Говорю о своем Личном усилии Личном действии Это одна история А если мы говорим О коллективном усилии И на уровне Там небольшой группы Мы можем договариваться Можем находить Вот это вот Вот общее Там Общее будущее Небольшое Но общее будущее А на уровне Больших систем Где от меня Ну вот Зависит очень немногое Как мне быть с этим Что вот вся эта Большая система Она Ну она создает Какое-то Другое будущее На которое я не влияю Да Вот Как мне с этим Как вот в этом То есть здесь То что ты говоришь Вот это Вот эта практика Она Хороша именно Вот в этом Мгновенной перспективе И в небольшой И в небольшом Вот этом окружении А вот как быть с большим Здесь у меня совершенно нет Но здесь есть другой ответ Нужно в это тоже всматриваться Да Этот ответ хороший У меня есть Некоторый ответ Некоторый способ Я думаю Что он Подходит не всем Тут зависит Конечно Вот Какая-то Структура личности Вообще От каких-то своих Воззрений От многих факторов Но вот у меня он Опять же буддийский Вот не зря я все-таки Практикую буддизм Потому что Многому нечего Подходит Соответственно буддизм И же И в том числе В дзен В каком бы буддизме Мы не взяли Там есть действительно Две перспективы Там есть перспективы Вот этого присутствия То есть вот Да Мы возвращаемся Возвращаемся Сюда 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 И это главное Но о времени Мы тоже Заботимся О протяженном Времени О будущем Просто Ну В тех Во всяком случае Школах Которые Для меня Важны Вот в том же Там скорее важны Не готовое видение Там структура Какая-то Вот опять же Цель Целеполагание Вот я нарисовал Очень определенную Картину Которую я должен Прийти А важна Укорененность В ценностном Поле Так сказать Вот в смысловом Поле Что я своей жизнью Собираюсь проводить Вот в этом Вот действительно Датой Долгосрочной Перспективе Вне зависимости От обстоятельств Осознавая Что Формы Которые будут Появляться Они могут быть Разные И я еще Не знаю Какими они будут Да Но у меня есть Эта ценностная Перспектива Которую я стараюсь По возможности Проводить И вот как раз Это то Что и называется Словом Дхарма Это то С чего я сегодня Начал Например Эти комики Их Дхарма Быть комиком В этом смысле Вот что как бы Что бы ни происходило Их друг умер Они остаются Комиками Они сами Стареют Они сами Разваливаются Теряют там Память Теряют здоровье Они остаются В этом комиками Это их Дхарма Вот Это их Потому что Это какая-то Глубинная их ценность Которая они живут Это не что-то такое Придуманное Да Они этим живут Они это проводят Они это Каждый момент времени Они что-то такое делают Вот там Интервью у них берут И Они порождают Эти шутки Вот так вот Просто потому что Это их плоть Какая-то Да Эти шутки Эти шутки И вот Очень важно Чтобы Ну это вот И ты постоянно Об этом говоришь И в смысле Через свои тренинги Это делаешь Чтобы Мы начали жить Ценностями Чтобы они вошли В нашу плоть Чтобы мы не думали Про эти ценности Только А чтобы мы Проживали их Чтобы смысл И ценности Проживались бы нами И вот тут Как раз Ну вот Опять Если взять Буддизм В таком Самом Там Важной Его перспективе Вот Пробуждение И освобождение Буддизм Это путь освобождения Освобождение От собственных Искажений Восприятия И самое главное Искажение Это ответ на вопрос Кто я такой Вообще Ну Не будем Сейчас туда идти Но Самое главное Освобождение Что я понимаю Как в какой-то момент В этом Пробуждении Что я не тот Кем я себя считал Вот Как раньше И собственно Клятва Буддхисатва Вот она как раз Такая смысловая Буддхисатва Это человек Который говорит Я не уйду Там В нирвану Из этого Мира Сансары Не уйду никуда Пока Я не помогу Освободиться Всем остальным А вот вообще Все Это невозможная задача Если опять же Я рассматриваю всех Как вот эти отдельности Из этой вот Перспективы Отдельных существ Но вот это вот Как раз Для меня Это просто Сам смысл Самоценность Она как будто Вот такая Она как раз Процессуальная Она есть И значит Тогда Я буду просто Двигаться этим путем Воплощая ее И вот Мне лично Такой подход Очень помогает Потому что Тогда Я не очень Цепляюсь За готовые Структуры Да Потому что Они неустойчивы Они как бы В будущем Я имею ввиду Что А как все повернется Я не знаю Потому что Очень много влияний Кроме меня Кроме меня Понятно что Огромное количество Влияний Да Вот война Ну что Как Это Как я могу Один В одиночку Повлиять на эту Огромную ситуацию Никак Вот Вот Мне нужно Тогда прожить Этот период Еще не зная Какие формы Я буду Порождать Своей деятельностью Но Зная Очень внутренне Хорошо Зная Какие ценности Я буду проводить Вот что Здесь важно Для меня И это тоже Становится опорой Уже в продолженном Времени Я знаю что Что бы ни происходило Я буду это делать Знаешь Ну вот Я скорее Вот здесь Даже смотрю Уже на На вопросы Внутри Этой перспективы Которую ты Описываешь Потому что Там остается Все равно Такая Хороший уровень Ну уже Таких очень Понятных Посильных Задач Рутей Вот это вот Если моя ценность Свобода Да То как Эту свободу Я могу Реализовывать Допустим Ну я здесь Не конкретно я А другой Человек Да То есть Допустим Находясь И оставаясь Внутри России Как я могу Ее реализовывать На каком уровне Вот Или Уже обращаясь К моему Да То есть Мне понятно Что я продолжаю Там Путешествовать Между странами Уже может быть Не между всеми И так далее Вот А вот что еще А какие еще Есть формы Для этого Да То есть А если Ну понятно Что здесь Появляется Вот эта гибкость Да Что я Ищу эту форму Это форма Не только то Что я придумал Это форма Которая находится В диалоге С миром С другими людьми С сообществами И так далее Да Вот какие формы Я нахожу Для этого Действительно Очень важно Ясно знать Вот эти Вот свои ценности Вот прямо Их слышать Чувствовать И что это Как бы Не то Что Не мое убеждение А это То, чем я являюсь Ценность Это не то Что Не только то Что я делаю А это То, чем я являюсь И поэтому Я делаю Да То есть И тогда Да Даже И профессии Могут меняться Но ценность Остается Той же самой Вот И Но Находить форму Саму для ценности Это вообще-то Тоже Достаточно Непростой Процесс Да Вот И он Осложняется Меняющимся Будущим Он усложняется Вот этим Схлопывающимся Будущим Вот Вот этот момент То есть Их важно Действительно Расчищать А часть Из них Она вот Но не описывается Одним словом Я говорю Свобода А там нужно Прояснять Что имеется В виду Прояснять Не только Концептуально Но и вот Вот что такое Переживание Слабо Потому что Мы же еще Основываемся На том Что Я основываюсь На том Что мы можем Ясно Телесный вкус Ценности Что Это другое Переживание Чем Желание Или потребность Или Долженствование То есть Ценность Переживается Телесно Иначе Мы можем Ясно Узнавать Как это Переживается Ну и Этого Узнавания Мало Потому что Важно А как Это Разворачивается В этой Временной Перспективе Как я Продолжаю И продолжаю Жить Согласии Воплощении Этой Ценности В меняющемся Ландшафте В тему Вот И это Кстати Ну так как Для нас Обоих Это одна Из центральных Жизненных Тем То Вот если уж Там кто-то Сейчас Это слушает И спрашивает А что же Будет На нашем Тренинге Нашей программе Вот это Будет Обязательно Это Обязательно Будет Именно Вот то что Сказал Как почувствовать Вкус Ценности Ну вот я Сейчас тоже Предлагаю Там На своем На своих Публичных Ретритах Тоже Я говорю Что какие-то Многие Из тех Там Навыков Именно Именно Ка И там Качеств Навыков Нам Нам Нужно Их Отрабатывать Нам Нужно Тренировать Но В первую Очередь Нам Нужно Почувствовать Как Это Переживается Что Что Мне Тренировать Мне Нужно Узнать Вообще Это И узнать Не Интеллектуально А Вот Именно Через Своё Переживание А Вот Это Как Вот Вот Оно Так Чувствуется И Значит Тогда У меня Появляется Достаточно Понятный Как раз Путь Вот Если Мы Горим О Внутреннем Развитии Да Вот Если Мы Горим Что Да Мы Реализуем Ценности В каких-то Может быть Внешних Проектах В том Как Вообще Жизнь Устраивать Свою Но Когда Мы Устраиваем Жизнь Для нас Важно Само Переживание Чего-то Переживание В этой Жизни Что Я Буду Чувствовать И Тогда Как раз Если Я Научаюсь Это Чувствовать В конкретике Свою Как ты Говоришь Вкус У меня Появляется Задача Как Я К этому Вкусу Буду Двигаться И Как Я Буду Реализовывать Уже В таком Взаимодействии Внешнего И Внутреннего Потому что Иногда Иногда Ну Какие-то Из Вкусов Какие-то Из вкусов Ценностей Можно Чувствовать В какой-то Минимальной Зависимости От Внешнего Иногда Я говорю Что Не все Конечно Не всегда Но Что-то Можно Ну вот Опять Мой Пример Сейчас Ну Сейчас Вот Я провожу Эти Вечерние Встречи Ну Точнее Я их даже Не провожу Просто открываю Открываю Зум И люди Люди приходят И мы там сидим И у нас сейчас Есть одна участница Которая лежит в больнице Она не сидит А лежит Вот она Тоже включает камеру Она лежит В специальной этой кровати У нее травма Спрашивается Зачем она туда приходит То есть у нее явно Ограничения Ну такие глобальные ограничения Что она сидеть не может Даже Она приходит Чтобы Как я понимаю Видимо Почувствовать вкус Какой-то ценности Которая реализуется Или не в этом пространстве Не знаю Вкус тишины Может быть Вкус Определенного уровня Спокойства Того что мы Там В медитативную Эту практику Вкладываем Бывают Такие ситуации Ну или не знаю Человек в тюрьму попал Вот Потеря свободы Максимальная Ну Такая Одна из максимальных Свободы Вот его держат В клетке Его никуда не упускают И это большой вопрос Вот для тех людей Кто Попадал там В тюрьму Или в похожей ситуации Потому что Например Для меня Армия была Очень похожа на тюрьму Два года Вопрос Вот Ты говоришь там Ценность свободы Действительно Это же важно понимать Какие Какие Аспекты Этой свободы Я реализую Да Что именно Как именно Вот в тех обстоятельствах Которые есть Если я в тюрьме Будет Будут ли Какие-то аспекты Мои может быть Внутренние Свободы Реализовываться Опять же Там Я изучаю Там каких-то Буддийских Историй Буддистов Некоторых Известных Которые Попали в тюрьму По тем Политическим Убеждениям Или там Они действительно Что-то сделали Какое-то уголовное Преступление По Молодости Обычно Это было Какой-то Таком Попали В неправильную Ситуацию Просто я знаю Несколько историй И вот люди Занимались Практикой Медитативной Буддийской В целом Практику Буддизм Вот там В общем В суровых Даже ужасных Пару Условиях Тюремах Обретая Там Какой-то Уровень Свободы Понятно Что опять же Какой-то Уровень В чем-то Но Главное Само Переживание То есть Поэтому Здесь Именно Я говорю Что Сочетание Вот Это Если уж Мы делим Внутреннее Внешнее То Сочетание Того Как я могу Чувствовать Это В меньшей Степени В зависимости От внешних Обстоятельств Ну вот Там Медитативные Многие Навыки Нам Много Внешнего Не нужно Там Мы можем Делать Это Там Почти В любых Условиях Лежа Сидя В вагоне Метро Где угодно Даже в тюрьме Мы можем Это делать В принципе Но Многие Аспекты Необходимо Как раз Делать Во внешнем Реализовывать Свои ценности Во внешнем Мире В социальном Мире В социальном Да Ну да То есть Или Даже просто Ну вот Ты говоришь Например Свобода Путешествий Ну здесь Смотри Я вот как раз Подумал о том Что Чуть-чуть Беседовала С одной Своей знакомой Она была Давно У меня На тренинге В Питере Она занимается Сейчас Такой Ну не то Чтобы в чистом Виде Правозащитник Но вот Она Ходит На все Суды Публикует Материалы Вот этих Тех По поводу Тех людей Которых Осудили За Пейти Там И так далее В Питере По-прежнему И вот Я как раз Сейчас Понял Вдруг Когда Беседуем Что Она же Так реализуется Ценность Свободы То есть Она Рассказывает Ну то есть Причем Это Там же Вторая История При этом Нужно обеспечить Безопасность Которую Мы понимаем Что не ценность Вот И Ну вот То есть Вот Писать Там О России Об армии Правду Это все Ты попадаешь Под статью А писать О том Что Кто-то Осужден Это просто Информирование Но это На самом деле Туда же Понятно То есть Это для того Кто публикует Оно Безопасно Но при этом Это Вот это Все равно Установление Своей позиции Я вижу Я вижу Что вы делаете Я вижу ту Несправедливость Которую вы делаете Я показываю Ту несправедливость Которую вы делаете Вот И в этом Есть Для меня Вот есть вкус Вот этой Реализации Свободы Вот Поэтому Если вы не знаете Что делать Можно вот так Это одна из Версий Если это Резонирует Формы Да Вот Здесь мне кажется Важно Очень Как-то Памятовать Об этом Вспоминать Что Вот как раз Мы говорим Что Проблема Часто Проблема Вот этого Исчезновения Будущего И безнадежности Потому что Вот это Будущее Было сделано Внутри меня Из моего Только моего Прошлого Из известного Из известного Как раз А вот тут Если мы Вспоминаем Об этом Что самое интимное Это незнание И неизвестность И с этим Контактируем То тогда Как раз Получается Что И добавляем Туда Творчество Открываемся К возможности Творчества Да Хотя бы К возможности Вот к широте То тогда Глядишь Вдруг Вот откуда же Мы же не знаем Откуда приходят Эти формы Творческие Новые Да Ну в смысле Они откуда-то Приходят Вот изнутри Там Откуда-то Из Вот И ты не знал Этого И тут Раз И ты вдруг Это Это вдруг Тебе сначала Появилось Да Вот это видение О А если так Попробовать Откуда такая Форма пришла Мы не знаем Но К ней Нужно было Открыться К возможности Что она Возникнет Потому что Если я упираюсь Только в известное То как раз Я и буду Разочарован Я буду Безнадежен Потерян Потому что Все что я знал Ну или там Многое из этого Из этих форм Уже развалилось И я вижу Что они Ну какое-то Ближайшее время Точно невозможны Их реализация И тогда я становлюсь Вот этим Растерянным Потерянным Ну растерянность Это часть Как это Пути Чтобы она Не затягивалась Да Если я Затреваю Важно Да 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 Ну вот Знаешь Я вспоминаю Уже Там Второй День Хожу Подпечатление От одного Мемчика Значит Картинка Чувак летит Над Тем самым Над морем Наверху Надпись Там Боюсь Стриски По-английски Я перевод Сразу Скажу Вот Я Хочу Нырнуть В неведомое Life into unknown А в результате Плюхусь Животом Об неопределенности Белли Плэйшенг Что-то такое Ну Это о том Что Но какое-то Столкновение С неопределенностью Именно такое Болезненное Сложное По крайней мере Оно Неизбежно То есть мы Через это Проходим То есть Вот важно Что мы Проходим Да То есть И мы будем Еще плюхаться Об это Какое-то Количество Раз И оказываться В тупите И оказываться Вот в этой Растерянности Но важный момент Здесь Что даже Вот эти Сложные Переживания Вот это Наш гнев Или это Наше Сокрушение Горевание Переходящее В безнадежность Они на самом деле Тоже нам Подсказывают То что Для нас важно Как раз Ту самую Ценность Я гневаюсь На тех Кто Уничтожает Вот эту Мирную жизнь Это означает В первую очередь Что мне очень важна Вот эта жизнь Других людей Мирная жизнь Это вроде бы Банальность Но очень важно Развернуть Вот эту энергию Вот этого гнева Потому что Вот это Мне важно Вот это Я хочу утверждать И вот через Даже через Сложные переживания Восстанавливать Контакт С собственными Ценностями Вот это Растерянность Потому что Важна Вот эта Картина мира В которой Есть возможность Утверждать Ценности Который Вот этот Путь открывается Мне это важно И вот это Что даже Сложное чувство Может нас разворачивать К тому Что мне важно А не Потому что Я теряюсь И не расчезает Оно нам Напоминает О том Что важно При этом В меняющихся формах Это вот Одна из самых Главных идей Для меня Вот этого года 23-го То есть То что я нашел Прямо В практике Работы с людьми И вот Как мы Туда Возвращаться Я тоже Сейчас Кстати Вот На этом Облачном Ретрите Часто Об этом Говорю Ну потому Что мы С одной стороны Там Культивируем Определенные Качества Вот такие Условно говоря Позитивные Что нам Помогает Что помогает Как раз Ценностные Качества Но Вот то Что мы Относим К негативным И они часто Противоположны Вот тем Которые Мы культивируем Они Вот я тоже Об это Постоянно Подчеркиваю Что они Тоже важны Просто Зависит Сколько Они длятся Например Опять же Для меня Например Когда война Началась Я испытал Большую Злость На этих Людей Которые Все это Устроили Как бы Злость Это не то Чувство Которое Я бы хотел Культивировать Ненависть Злость Жить в этом В долгосрочной Перспективе Я культивирую Доброжелательность Это одна из Буддийских Таких Важных Качеств Добродетелей Которые Мы специально Взращиваем И да Получается А злость Куда девать Она нужна Как раз Как этот Указатель Как Стоп Посмотри Что происходит Твой мир Рушат Твой мир Рушат И здесь Просто появляется Скрас Выбор Если я Эту злость Воспринимаю Как там Сигнализацию Краткосрочно Она нужна Она и важна Как боль Вот эта Вспышка боли Которая Мне показывает Так Сделай что-то Тогда мне нужно Развернуться И начать делать Проводить Вот то Что ценно Да В том числе Вот эти Позитивные Мои там Какие-то Ценности Добродетели Там Например Тоже самое Дружественность Противоположно Ненависть И злость То что Если я Поддамся Этой злости И в нее Только погружусь Ну все Вот тогда Значит Меня поглотит Эта ненависть Я буду жить В этой ненависти От которой Не будет пользы Ни мнений Ни кому-то еще То есть Так же Вина Например И чувство Стыда В краткосрочной Вот как укол Укол совести Мне кажется Это очень важно Как иначе Да Как чтобы Узнать Что ты не прав Что ты оступился Что ты совершил ошибку Как я еще узнаю Об этом Если у меня не будет Этой совести Если у меня не будет Какой-то момент Стыдно За свой За свой Какой-то Проступок Поступок Который оказался Проступком Но Если я Погружаюсь В эту В эту Вину И тону Там И Меня это Закручивает И я другого Ничего не знаю Я не могу Взять ответственность Как раз За свое Дальнейшее Поведение Тогда Как бы Ну вот Это совершенно Другое качество Получается Так что Для меня тоже Это очень важно Что Эти То что мы называем Негативные Чувства Я так не называю Я тоже так не называю Но просто Как В целом Они так Культурно Часто называются Сложные Неконструктивные Кризисные Вот Кстати Вот Ты сейчас Говоришь Опять же О том Что Я тоже Хотел сказать Как отклик На твой Мем Что еще У нас есть Этот рефрейминг Как мы В какую рамочку Мы погружаем В какую рамочку Мы Кладем Опыт То есть Вот если Это действительно Как там Шлепнулся Неопределенность Шлепнулся Брюхом Об Неопределенности Вот Так я Это Называю Это значит Я так Вижу А если Я назову Это А вот Вот она Тайна Тайна Как это Плюхнулся Об тайну Нет Она же Передает Первая Какая там Была Дайв Инту Анну Дайв Инту Анну Нырнуть Погрузиться В неведомое Это другое описание Другая рамочка Которую я словами создал Но это мое видение Может быть таким То есть Это не просто там Как бы слова Это то Как я вижу Слушай Ну вот здесь Это Такой Такой момент Это не только Все-таки Для меня здесь важно Что есть очень явные Различия Между ощущениями Я ныряю Это один вход На море будем Там будем нырять Вот И я плюхаюсь Вот это Очень разные Телесные ощущения И вот Для меня Юмор здесь подстроен Что очень узнаваемо Это все Есть на самом деле И тот и другой опыт Вот И тот и другой опыт Они Он есть Сейчас Мне чуть-чуть Отмотать хотелось По поводу Вот этих чувств Сложных Вот этих Вот Или Кризисных Значит Но в гневе же Еще очень важно Вот в этой злости Что Это Это Мобилизация Да Что это Энергия Для движения Вот Что ее не менее важно Ее реализовывать Да В этом смысле Гнев Конечно же Такое Действительно Может быть Деструктивное Для самого человека Переживание Но если мы успеваем Утилизировать Этот адреналин В нужное Русло В русло Которое Расчищает Дорогу Для ценностей Но Это прямо Сложное Действие В смысле Что оно Нужно Не одно действие Сделать А много Разных Вот так Вот в этом Сложность Что это не Импульсивное Уже проявление А прямо Оформление Этого Через Сложную Последовательность Но в этом смысле Как раз Вот там Наши с тобой Теоретические разговоры Это просто Теоретические разговоры Но они базируются На опыте Трансформации Трансформативном То есть Как раз таки Здесь очень Мы приходим К важности Какой-либо Практики Что Нам необходимо Тренировать Себя Определенным образом Тренировать себя Тренировать сознание Что действительно Вот чтобы Вот взять Эту энергию Гнева И перевести Его В созидательное действие Это нужно уметь Ну как бы Это нужно уметь Просто Это нужно научиться Вообще-то Вот каким-то способом Да Это определенный тренинг И в этом смысле Там Чем ты занимаешься И то чем я занимаюсь Это как про это Про тренинг И там скажем Опять же С буддистской точки зрения Весь буддизм Он об этом Он О Тренировке Сознания Что мы не просто Вот как попало Живем Мы тренируем себя В определенных Ценностных аспектах Именно Как бы Через В первую очередь Осознавание Очень разных Очень разных Качеств своих Да И как раз Как я могу Трансформировать Или там Направить Какую-то энергию Которая может Меня разрушить Или там Сильно нарушить Что-то Как я могу Ее Направить То самое Позитивное Русло В то самое Созидательное Русло Ценностное Русло Этому Нужно Учиться Есть там Методы Есть способы Их много В смысле Это не только Ну так Это что-то Про буддистский Просто подход Но в целом Это же Огромное количество Психотерапевтических Методов Развивающих Методов Там вот С движением Работы И так далее Так что Вот здесь Опять же Мы приходим К тому Что необходимо Что-то делать Вот Прямо учиться Этому Практиковать Что-то Ну Мне кажется Еще тоже важно Что не забывайте О следующем шаге Или вот О тех шагах Которые параллельны С практикой О том Как это воплощается В повседневной жизни В социальной жизни В том Месте Где я Пребываю В тех местах В моем случае Оно Друга Не Ну в смысле Что опять же Вот если Опять Я там Про буддизм Что как бы Есть формальная практика Как бы Условно упражнения Которые мы делаем В специальных условиях А есть Остальная жизнь Куда Мне это нужно Перенести Куда Мне это нужно Перенести Основной метод Основная тренировка Происходит В поле Так сказать В поле А это уже Не тренировка Это и есть Воплощение Ну и воплощение Да Ну и одновременно И тренировка Тоже Ну как бы Раз за разом Делай это И мы Научаемся Больше степени Это делать Окей Ну что Будем Закончить Да Будем завершать Знаешь Еще хотел Наверное Поскольку У нас Как это Не знаю Музыкально Я думаю Что хорошо Поставить В начале Вот этого Воскресенского Есть на ютубе В кусочке Вот Скинь Да Хорошо Вот Просто классический музыкант Нормальный Хороший Вот Пианист Вот Как раз Да Я даже Знаю Что Вот А я хотел Еще один Текст Прочитать У меня Как раз Сегодня Закончился Закончился Этот курс Медитации Движения Письма Который Был сейчас И вот Это Последний Текст Этого Курса Танец Служит Эрсу Или Эрс Служит Танцу Или Не стоит Отделять Одну Страсть От Другой Одну Магию От Другой Один Поток От Другого Я Наблюдаю Как Слова Соединяются Станцы Или Саитии Выходят За пределы Самих Себя Говорю Ль я О словах Или О телах Тело Стало Словом Да Джезус Рыбка Еще Не готова Да Джезус Война Не Кончится Полшестого Кен Ешуа Упростить Жизнь До Служения Тому Что Можно Не Называть Ни Эросом Ни Танцем Ни Богом Ни Океаном Спасибо Ну что Спасибо Всем Кто Был С нами Надеюсь Уже В будущем Кто-то Уже Там Есть С нами Кем-то Увидимся Да Вживую Увидимся Вновь Скоро Надеюсь Да Есть Да Все Пока Давай Пока Субтитры 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 Субтитры